Девушки отдыхают Леночка, у вас очень хорошенькая фигурка, вы действительно хорошо ходите, и эти каблуки не были для вас с такой уже большой проблемой. Не упали, нет? Нет. Так это не трудно оказалось? Ну да. Давайте пальто вы снимете. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, какая вы хорошенькая, обаятельная. Выслушаем Юру, ведь это он подбирал этот комплект, Юра. Да, ну, не могу сказать, почему я выбрал и так далее, просто понравилось. Вот я представляю себе именно так. И, по-моему, красивое платье. Конечно, и точно так же можно сходить на тот же самый стадион. Прекрасно. И в гости. И в гости. У нас в гостях заслуженная артистка России, певица Алена Апина. АПЛОДИСМЕНТЫ Она будет независимым экспертом сегодня. Алена, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, оценку этому наряду. Судя по репортажу из магазина, я думала, что все очень будет печально. Думаю, ну, по меньшей мере они поссорятся надолго. Но то, что вот я увидела, это все органично, все очень стильно. И такое ощущение, что джинсы и майка вообще никогда на этой девушке не сидели. Она настолько в этом уверенно себя чувствует и так красиво подает себя, что, наверное, возвращаться, может, нет смысла. Я права? Спасибо, Алена, вы правы. Присаживайтесь. Ну что ж, а вы, Леночка, переодевайтесь ко второму выходу, радуйте нас и дальше. Спасибо большое. Надежда, вам слово. Пальто, конечно, ей великовато, если так честно. Вы что, думаете, она вырастет, что ли? Руки вот тут вот попрятали. И в стадионе, конечно, прохладно, можно это использовать как муфта. Рука в руку и все там, это замечательно. По площади большое пальто подстелил, вдвоем сели, прикрылись. Если с этой целью, то да, наверное, практически очень. А если с целью вывести в свет девушку, свою женщину, да, то, наверное, все-таки надо было как-то поменять. Вернее, она же маленькая. Она же действительно маленькая, совсем птичка, ворошая. Спасибо большое, Эвелина. Вам слово. Будьте добры. Я с нетерпением жду, когда же эта очаровательная девушка распустит свой хвостик и предстанет перед нами в кудряшках. Я совершенно уверена, ей это очень идет. Еще мне кажется, что из Юры получится отличный отец для маленькой девочки. Я прям так и вижу его, застегивающим это пальто, повязывающим шапочку и убирающим эту кудряшку вовну. Спасибо большое. Леночка, выходите на подиум, ждем вас. На втором. АПЛОДИСМЕНТЫ Леночка, этот стиль new look наподобие вещей раннего Кристиан Диора вам очень идет. Вот только я не понимаю, почему же вы выбрали эти коротенькие сапожки на шнуровке, в которой вы похожи на танцовщицу Канкана? Почему-то я, когда выбирала это платье, я вспомнила образ Людмилы Гурченко в карнавальной ночи. Людмила Марковна никому не дает покоя до сих пор. Ну это здорово. Это замечательно. Леночка, вы можете потратить желание Ювелины Гурченко распустить свой хвостик и показать нам ваши волосы? Да-да, она просила это. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, прям буквально только что не приклеила. Да-да-да, все спрятала невидимочками. Третий класс, вторая четверть. Ну да. Такая школьница правильная. Лен, Лен, вот так обударажьте. Ох. Да-да-да-да-да. Так вот небрежность такую сделать. Ну, ну совсем. Вы знаете, гораздо лучше. Ой, потрясающе. Браво. И сейчас давайте выслушаем Юру, как он относится к этому выбору. Юра. Честно говоря, намного лучше. Хоть видно, женщина и так далее, волосы распушила. Тут постоянно привиживает. И симпатичная правда. Конечно. Давайте выслушаем мнение певицы Алены Апиной, заслуженной артистки России, нашего независимого эксперта. Аленочка, пожалуйста. Супер-пупер, шик-модерн. Мне так вот хочется сказать. Скажи, Ален, здорово. Стихом. Нет, это здорово. Ну, конечно, если бы какие-то другие сапоги и плюс еще, может быть, какую-нибудь короткую кожаную куртку. Какой-нибудь ремешок потолще украсить тем и этим. Поэтому, Юрий, я вам сочувствую. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Леночка, переодевайтесь. Выслушаем Надежду Бабкину. Фигурка-то какая, правда? Когда платьица-то надела, о, как подпоясалась. Ножки замечательные. Мне кажется, женщина должна разные образы иметь. Но что ей мешает? Особенно у которой все так ладненько. Ну, что сапожки? Ну, наверное, она хотела оторваться. Немножко похулиганить. А так красиво-то как, правда? Совсем другая. Складочка бунтовая, приталенная. Замечательная. Спасибо большое. Выслушаем сейчас Эвелину Хромченко. Что мне нравится в этом платье больше всего, это то, что здесь нет всех вот этих вампирских юбочек, о которых она вспоминала. В отношении этих полусапожек я вам могу сказать следующее. У нее далеко идущая мысль была. Эти полусапожки, они идут не всем, а только обладательницам очень красивых ног. Такие вещи полудлинные, так сильно перепоясанные шнурками, имеющие черные отделки на носочные части, выглядят изящно, как объект, но очень тяжело сочетаются с чем-либо, особенно с ногой. Вот в ее случае, это, конечно, произведение искусства. Она знала, что она приобретает. Надо отдать должное, вот это качество сапожек, это их сложность. Она некоторым образом извиняет тот факт, что надела она эти сапожки с платьем той длины, которая скорее подразумевает все же туфли такого же силуэта. Но так или иначе она знала, она красовалась, все понимала. И более всего меня привлекает в этом А, уверенность в собственной привлекательности, и Б, знание соответствия, место, времени и себя в этом месте и в этом времени. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий выход Леночки. Леночка, ждем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ленусик, вы уверены в этих ботиках? Да. А почему у вас такая уверенность? А что, я в таких ботильонах на сцену выхожу, между прочим. Ну на сцену, да, но ведь вы пока на сцену не собираетесь. А вот если сюда, к этому платью добавить еще какую-то яркую, такую же блестящую брошку, то можно будет пойти и познакомиться, в конце концов, с Юриным братом и с его женой-актрисой. Вот так, вот это заявочка. Очень интересно. Выслушаем, что думает жених. Юра, пожалуйста. Ну честно говоря, вот эти вот ботинки, я еще в магазине говорил, не очень какие-то, знаете, больше на валенки похожие. Какие валенки? По форме имеете в виду? Не по форме, понимаете, но нога тоненькая, уходит куда-то вниз. И вокруг лунка, непонятно. Или там буль-буль-буль? Там полный буль-буль-буль. Давайте выслушаем мнение нашего независимого эксперта. Алены Апиной, заслуженные артисты России. Юрий, вот эти вот чоботы называются, и нога в них, этот силуэт называется карандаш в стакане. Да? Правильно? Ну ведь похоже. Да, они как бы с претензией, но а что вы хотели? Еще какой-нибудь шарфик бы, какую-нибудь штучку, опять же, хорошие часы на дорогом ремешке фиолетовом, да, редком, крокодилу, малышу и скату. Правильно? Да. Вот тогда уж и размахнемся. Эх, жалко, королевство маловато. А то бы я уж... Да? В общем, вот так. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста.